МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на своем ТВ-новости в студии Герман Кудеяров. Здравствуйте. Вот коротко о том, что будет в этом выпуске. Новые дороги и новые маршруты. Как решают транспортную проблему в Кировском округе. Ставрополье продолжает помогать Курской области, что отправили в приграничный регион. Позади еще один тур, как сыграли Динамо Ставрополь и Пятигорский Машук в чемпионате России. Из Ставропольского края в Курскую область отправили очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз в машине более 20 тонн ценного груза. Это детское питание, подгузники, продукты, а также средства личной гигиены, медикаменты, питьевая вода. Понимаем, что еще существует потребность. Мы сейчас обсуждали с Бутин Юрьевичем. Это бытовая техника необходима сегодня. Вне сомнения, мы включимся в эту работу. И следующую партию тоже с Пятигорска отправим бытовую технику для людей, которым сегодня очень нужна наша поддержка. Поэтому точно курс мы с тобой. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров поручил Краевому управлению госжилинспекции привлечь специалистов для оценки состояния проблемного лифта в доме на улице Южный обход. Жители военного городка обратились к главе региона во время традиционного приема граждан с просьбой избравить работу подъемника. Лифт не работал с момента сдачи дома в эксплуатацию. Губернатор поручил специалистам оценить состояние лифта и предложить решение проблемы. Также поступил вопрос от жильцов дома номер 53Г. Здание построили в прошлом году, однако уже возникли проблемы с осыпающейся штукатуркой в подъездах и разрушающимся асфальтом во дворе. Владимир Владимиров поручил Краевому управлению ГЖИ до начала осени отработать устранение этих недостатков застройщикам в рамках гарантийных обязательств. А еще с наболевшим вопросом жители Кировского округа обратились на прямую линию губернатора региона. Ведь уехать из спального района города Новопавловцы могли только на такси. Как общественный транспорт повлиял на настроение жителей, узнала Виктория Шкальная. Теперь в дорогу только с песней, но пока вернемся в недалекое прошлое. Микрорайон Терский, окраина города Новопавловска. Развивающаяся инфраструктура, новый детский сад. Вот только дороги, а точнее их отсутствие, всегда были главной темой для разговоров. Ямы и постоянная грязь в дождливый сезон. И если машины с такой полосой препятствий справлялись, то двухколесный транспорт не всегда. Особенно если пункт назначения – центр города. Велосипедом 20-30 минут туда и оттуда. На город с горы, пешком идти трудно. И так что велосипед спасал. А если своего транспорта нет, выход один – такси. 150 туда, 150 оттуда. А если заболел, и нужно еще второй раз ездить вечером, еще 300 туда и сюда. Общественного транспорта жители никогда не видели на своих улицах. С такой проблемой и обратились на прямую линию губернатора Ставрополья. Жители об этом очень просили. Они на прямую линию писали руководителю. Они просто письма и так далее. Для жителей нашего микрорайона сегодня праздник. Здесь во всем микрорайоне сейчас сделаны дороги. Не просто дороги, а еще мы сделали с тротуарами, чтобы людям было удобно и комфортно ходить. Но как только мы сделали дороги, стал самый важный вопрос. Это а как доезжать жителям на работу или с работой к себе домой. По решению губернатора Ставрополья Кировскому округу выделили 10 автобусов. Начали работать сразу несколько маршрутов. Я сейчас очень рада, что у нас такой транспорт появился. Вот с таким комфортом вот утром уехала, сейчас еду назад. Очень приятно. Спасибо огромное. Автобусы будут заезжать сразу в несколько близлежащих к окружному центру сел, а также собирать людей с периферийного Павловска. И теперь дорога для жителей стала просто песней. Следят не только за удобством, но и за безопасностью. Перед каждой сменой водители проходят медосвидетельствование, а за машиной следят штатные механики. Очень хорошо, очень удобно, очень комфортно. Начинаем с этого железнодорожного переезда и через улицу Мира, Журавки, Октябрьская и до автостанции около больницы. Желают жителям округа только приятных поездок Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Тем временем в селе Архангельском благоустроят территорию околоместного дома культуры. Специалисты уже выложили брусчатку, установили скамейки и уличное освещение. Также там обустроят сухой фонтан. Работы проводят по краевой программе поддержки местных инициатив. Завершить благоустройство планируют уже в этом году. О других новостях региона расскажем в нашем обзоре. В Новоалександровске завершается благоустройство территории на улице Панфилова. Там обустраивают тротуары и систему освещения. Также оборудуют детскую площадку с игровой зоной и спортивным комплексом железнодорожной тематики, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят по региональному проекту повышения комфортности городской среды, нацпроекты «Жилье» и «Городская среда». В Новопаловске капитально отремонтировали первую гимназию. Здание обновили классы, коммуникации, окна и двери. Привели в порядок столовую, спортивные и актовые залы, сообщили в региональном министерстве образования. Учреждения закупили современное оборудование. Работы провели по программе модернизации школьных систем образования. В Новом Бешпагире построили спортплощадку. Там оборудовали зоны для игры в мини-футбол и баскетбол. На площадке постелили специальное резиновое покрытие. Установили ворота, баскетбольные стойки и ограждения, сообщили в региональном Минфине. Работы провели по краевой программе поддержки местных инициатив. Идем далее. В Ставропольской школе зимних видов спорта Илья Вербуха прошел предсезонный турнир. В нем приняли участие любительские команды краевой столицы. Сильнее всех оказался Ставропольский «Спартак», который выступал во многих чемпионатах, включая соревнования всероссийского уровня. О других новостях в спортивном обзоре. В пятом туре второй лиги А Пятигорский «Машук» сыграл в Краснодаре против местного дубля. На Кубани из Ставропольского края приехали 50 болельщиков. Это был самый массовый выезд в сезоне. Анзор Хутов вывел ковменводцев вперед на 28-й минуте. Краснодар отыгрался в перерыву, а уже в конце матча Магомед Мусаев головой отправил мяч в ворота быков. Однако уже в добавленное время горожане снова сравняли счет. Ничья 2-2. Матч прошел и в дивизионе Б второй лиги. Десятый тур Ставропольская «Динамо» провела в Майкопе против «Дружбы». Она и победила. На табло ничья. Хозяева забили первыми, а во втором тайме Магомед Магомедов сравнял, после чего дегейцы снова вырвались вперед. Дмитрий Мичуренков вернул команду в игру в дебютном матче, но синебелозолотым снова пришлось отыгрываться. Дэвид Кокоев забил третий мяч, который уравнял игру. Боевая ничья 3-3. Теннисистка Элина Аванесян стартует на очередном турнире в Мексике. 20 августа Пятигорчанка сыграет в одной из 16-й финала женской теннисной ассоциации против Элизабеты Качаретта из Италии. Несколько дней назад Аванесян на этой же стадии покинула турнир в американском Мэйсоне, проиграв россиянке Людмиле Самсоновой. Еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv и в социальных сетях. Заходите и подписывайтесь. Также вы можете предлагать и свои темы для сюжетов. Для этого пишите нам в мессенджеры, ватсап и телеграм по номеру 8 928 350 8070. Далее прогноз погоды с Алексеем Форсиковым, а я с вами прощаюсь. В прямом эфире были новости на своем. Меня зовут Герман Кудияров. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 21 августа. Идет третья неделя августа, а на Ставрополе жарко, как будто на это начало июля. Вот просто послушайте. Центральные территории края. Малооблачно, без осадков и жарко. Ставрополь и Минводы плюс 34, Неминомыска плюс 34 и только в Изобильном плюс 33. И ветер 4-5 метров в секунду. Световый день 13 часов 48 минут. Ультрафиолет высокий. На Кавминводах так же жарко и так же без осадков. Кисловодск, Железноводск плюс 31, Весентуки плюс 32. И в Пятигородске, как мы уже привыкли, это самый жаркий курорт этого лета. И там плюс 33. На курортах ветер от 3 метров в секунду в Кисловодске до 5 в Весентуках. В востоке и север края ветер 6 метров в секунду и жарко, вот прямо очень жарко. Малооблачно и плюс 35 в Ипатово и Дивном. А на востоке региона в Нефтекумске плюс 36 и Ясное Небо. Малооблачно и плюс 33 в Буденновске. На сегодня о жаре все. Увидимся. Своё ТВ. Главный телеканал Ставропольского края.